1. Областное радио 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 Как там душевно в Тогучине, как же там красиво. Это замечательный, прекрасный зеленый город. Когда вы там последний раз были? Ну, я туда периодически, летом, катаюсь на мотоцикле, как правило. На мотоцикле? Да. Еще экстремал, представляешь. Слушай, ну, до Тогучина мотоцикле, то 20 километров. Ну да, да. Прикрутная прогулка мотоцикле. Можем передать привет Тогучину. С удовольствием. Родным, близким. Давайте передадим. Давайте передадим, да. Тогучин, привет. Тогучин, да, от Владимира Овнева вам лично, да. Владимир, ну, у вас же творческая семья. У вас жена, обладательница золотой маски, да? То есть это же особая атмосфера в доме. Как вы с ней встретились? Помните этот момент? Вот вашу первую встречу с женой. Сегодня утром в доме или вообще? Вообще, вообще. Хорошо, что вы утром виделись, да. Это случилось в Тюмени. У меня был концерт, как всегда, в рамках проекта «Таланты мира». Это было соревнование, по-моему, баритонов, басов и теноров. Такая форма была интересная. Королевский турнир она называлась. И Женя пришла на концерт, и, увидев меня, находясь со своими подругами в зале, она так тихо про себя потом, она так говорит, я даже не помню, но мне сказали подруги, это мой муж. О, как! Да, вышел на сцену. Когда я вышел на сцену. Такие исторические встречи, ничего себе. А потому что женщины же любят ушами, ну что вы. Женщина, у нее интуиция, она предчувствует. Она у вас поет, чем занимается? Да, она актриса в музыкальном театре Новосибирском, который раньше. Слушайте, ну, в вашем случае любой семейный скандал, про который соседи могут сказать «это музыка» звучит как музыка. Скорее всего. Ну да, когда мэтсо-сопрано и бас. Это правда. Можно билеты? Можно. Первый ряд, да. Вы сколько лет уже вместе? Ой, мы много лет уже вместе. Много лет. Ну вот союз творческих людей. Кого-то, по-моему, сегодня ждет вечером неприятный разговор дома, за то, что он не знает, сколько вратится. Почему нет? Ну, дело в том, что есть же дата, когда познакомились, да, и дата, сколько вместе живем. Нет, ну, самая главная дата. Мы-то поймем. Для нас пока 7 декабря рождение нашей дочери. Рождение дочери, конечно. Но вот все-таки я возвращаюсь к союзу творческих людей, потому что же это столкновение вселенных, планеты. Харизмы. Харизмы, да. Насколько это все искрится у вас дома? Или же вы умеете быстро находить общий язык? И творческие энергии в быту никак не сталкиваются лба? Не искрят. Да. Вы знаете, когда есть любовь, тогда все остальное, все искры, все можно пережить. Главное, чтобы, если есть любовь, то есть все. Ну, вот я по-другому жить просто не умею и не собираюсь. Так же, как и не собираюсь, например, уезжать из родного города. Вот это очень важно. Это очень важно. Как бы кому и не хотелось, может быть, иногда. Ну, перетягивали, да, звали, предлагали. Ну, как, я много лет работал в Москве, в Петербурге, в разных странах мира, больше 20 стран. После 20 стран я перестал считать количество стран. Но меня всегда тянуло сюда, к родному городу, к родному театру, к родной филармонии. Ну, вы же там не жили, вы же там работали, поэтому... Почему же? Ну, как, ну, когда более 10 лет, это все-таки, наверное, жил. А, ну да, 10 лет, конечно, это жил. В Москве. Это можно срок, это... Это так-то да. Если бы сел, уже бы вышел, да. Вы разговаривали прям тагучинскими понятиями. Да, да, да. А у нас там зона есть своя, да, я знаю. Да, тагучин сегодня герой прямого эфира. Владимир, вот что мы сейчас подарим слушателям Радио 54 в вашем исполнении? Вы что бы, что сейчас душа просит? Вот просто подарить? Ну, может быть, то, что сегодня прозвучит... Было бы хорсполлером таким, да? Ну, да, хотя бы там полкуплетика, да, и припев. Давайте, давайте. Это будет что? Это Бетховен, шотландская застольная. Это не реклама пьянства, это реклама Бетховена. Хорошо. Постой, выпьем в дорогу еще, бензин нам, Грогу, стакан. Последний, ей-богу, без денег, кто с нами не пьет. Налей, полулей стаканы, кто врет, что мы, брат, пьяны. Мы веселы просто, ей-богу, но кто так бессовестно врет? Да, восхитительно. Это украшение пятничного эфира. Друзья, если вы после этого сомневались, в какой день недели на календаре... Если вы до этого сомневались в стакане, да. Да. Ну и, Владимир, всех гостей, которые поют, мы просим всегда сделать одну вещь. Спеть что-то свое любимое и пропеть фразу «Радио 54» своей фирменной подачей. Потому что, да, в любой сейчас тональности, в подаче, просто как сердце попросят, это будет тоже, как подскажет сердце, да. А как в устах ваших прекрасных прозвучит название нашей любимой родной региональной радиостанции. Вы тоже все, все давай уберем. И Владимир Огнев сейчас в своей подаче название... Радио 54. Радио 54. Радио 54. Радио, радио 54. Радио, радио 54. Да, это фантастика. Владимир, вы восхитительный. Радио 54. Первое. Областное радио. Радио 55. Спасибо.